Функциональные интерфейсы обладают одним приятным свойством. Их реализацию можно компактно записать в виде лямбда-выражения или ссылки на метод. Давайте посмотрим это на примере. Предположим, что нам надо написать программу, которая замеряет время работы различных вычислений. Код замера времени хочется написать один раз и затем переиспользовать. Поэтому мы напишем такой класс с методом measureTime, принимающим измеряемые вычисления в виде экземпляра runable. Метод сначала засекает текущее время, затем запускает вычисления, затем подсчитывает и возвращает потраченное количество миллисекунд. Метод SystemCurrentTimeMilis возвращает количество миллисекунд, прошедшее с полуночи 1 января 1970 года. Но в данном случае нас интересует только разница. Хочу сразу предостеречь. Делать такие измерения и верить их результатам можно только, если вычисление занимает как минимум сотни миллисекунд. Если нужен более чувствительный эксперимент, то для этого потребуются другие специальные инструменты. В АДУ есть специальный котел для тех, кто при помощи SystemCurrentTimeMilis пытается померить, какой оператор инкремента быстрее работает, префиксный или постфиксный, ну или другие вещи подобного порядка. Как воспользоваться этим методом? Давайте пойдем в главный класс нашей программы и посмотрим. Метод MeasureTime принимает экземпляр Runnable, или более точно, экземпляр класса, реализующего интерфейс Runnable. Вот ровно такой класс нам и пришлось здесь объявить. Он реализует этот интерфейс и в своем методе Run описывает то вычисление, время работы которого мы собираемся измерять. Получилось довольно громоздко. Получается, что на одну строчку с вызовом метода MeasureTime нам нужно где-то в программе потратить еще как минимум 5 строчек на объявление соответствующего класса. Давайте попробуем немножко упростить этот код и сделать его более компактным. Для этого мы воспользуемся существующей в языке возможностью декларировать классы прямо в теле метода. Вот так мы перенесли объявление класса прямо внутрь метода Main и более того, прямо внутрь выражения с вызовом метода MeasureTime. Здесь объявляется анонимный класс, реализующий интерфейс Runnable, и сразу же создавается его экземпляр. Этот класс анонимный, то есть он не имеет своего имени. Компилятор при компиляции программы сам на свое усмотрение сочнит для этого класса какое-то уникальное имя. Этот код уже немного лучше. Здесь меньше букв, и второе его преимущество в том, что сразу в вызове MeasureTime видно, что именно мы собираемся измерять. То есть не нужно прыгать по программе в поисках вот этого кода. Но это все еще довольно громоздко. До Java 7 включительно с этим было ничего не поделать. Но в восьмерке была добавлена поддержка лямбда выражений, о которых Java программисты мечтали много лет. Теперь этот же код можно переписать более компактно. И среда разработки нам в этом поможет. Вот это лямбда выражение. Оно начинается с круглых скобок, в которых указываются параметры. В данном случае метод run не предполагает никаких параметров, поэтому скобки пустые. Кстати, параметры здесь указываются без типов, потому что типы известны компилятору из объявления интерфейса. После скобок идет стрелочка, а за ней тело лямбда выражения. В данном случае оно у нас состоит из единственного выражения. Если бы здесь было что-то более сложное, это надо было бы заключить в фигурные скобки. Такое лямбда выражение порождает объект, реализующий интерфейс runnable с указанным телом метода run. Лямбдой можно заменить только реализацию функционального интерфейса, то есть интерфейса с единственным абстрактным методом. Это может быть как интерфейс из стандартной библиотеки, так и ваш собственный. И еще одна возможность, доступная для функциональных интерфейсов, это получение экземпляра интерфейса при помощи ссылки на метод с подходящей сигнатурой. Давайте я немного перефакторю этот код с помощью среды разработки и покажу, как это выглядит. Вот это выражение представляет собой ссылку на метод. Ссылка на метод состоит из имени класса или переменной, двух двоеточий и имени метода. Значением такого выражения является объект, реализующий требуемый функциональный интерфейс и вызывающий вот такой код при вызове своего главного метода. Это было первое и довольно краткое знакомство с синтаксисом лямбдовыражений и ссылок на методы. Более подробно мы будем о них говорить в модуле, посвященном коллекциям. И тогда они раскроют свой истинный потенциал.